Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Как хорошо меня видно и слышно, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если видите и слышите меня хорошо. Спасибо. Давайте я представлюсь. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич. Я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И сегодня проведу вебинар, посвященный трем нашим продуктам – библиотеке Non-Fiction, университетской библиотеке онлайн и арт-порталу. У нас сегодня присутствуют представители нескольких библиотек. Библиотек, несмотря на то, что наш вебинар сегодня, скажем так, не совсем публичный, а сделал по рассылке, мы в связи с тем, что достаточно много было именно близко к этим числам библиотек, которые хотели услышать вебинар, объединили несколько библиотек в один вебинар. Поэтому я попрошу, вот как уже кое-кто сделал, напишите, пожалуйста, рядом в чате библиотеку, которую вы представляете, чтобы было понятно, кто откуда. Будьте добры, сделайте это. Должно быть, если не изменяет память, 5 библиотек сегодня здесь представлено. Да, вот уже 3 вижу. Так, должен был кто-то быть еще с ГПНТБ. Есть такие? Напишите, пожалуйста. Ну ладно, пусть чат идет своим чередом, а я, собственно, сегодня начну наш вебинар. Я хотел бы сказать, что все, кто принимает участие в нашем вебинаре, смогут получить бесплатные сертификаты за участие в этот вебинар. И можно будет это сделать вот по этому адресу. Обратите, пожалуйста, внимание. Сейчас я его дам в чате. Через некоторое время. Ну, если все идет по плану, обычно это происходит буквально через минут 10 после окончания вебинара. По этому адресу, по своей фамилии или по своему e-mail сможете себя найти, найти тот вебинар, который сегодня у нас проходит, и получить сертификат. Вот. Если не будет через 10 минут, дело в том, что сразу за этим вебинаром начинается вебинар Директ Академии, который будет вести Татьяна Телегина, на котором я тоже должен присутствовать, то, ну, может, будет через 2 часа где-то. Ну что ж, давайте начнем. Сегодня я вам расскажу про три продукта. И первый из них – это библиотека Non-Fiction, решение наше, решение компании Директ Медиа для публичных библиотек. Итак, флагманский продукт компании Директ Медиа называется «Университетская библиотека онлайн», и он ориентирован в основном на вузовскую аудиторию. Однако специально для публичных библиотек мы сделали продукт, который называется «Библиотека Non-Fiction». Это продукт, облегченный по функционалу, совершенно иной по своей экономической сути, то есть по тому, как производится оплата за этот продукт. И облегченный с точки зрения контента, в него включено нечто новое, и исключен тот контент, который, как нам видится, не будет представлять интерес именно в публичных библиотеках. Несколько слов о нас. Компания Директ Медиа – это компания с относительно давней историей. Исторически мы – издательство, затем электронное издательство, и, наконец, интегратор контента, который представляет на рынок электронные библиотеки. Библиотека Non-Fiction представляет коллекцию большинства жанров нехудожественной литературы. Несмотря на то, что в ней есть и небольшое количество художественной литературы, в основном она направлена на удовлетворение спроса на деловую, научно-популярную литературу и так далее. Понятие Non-Fiction понимается нами в таком достаточно широком смысле. Вот ссылка на нашу библиотеку Non-Fiction. К нашему основному домену второго уровня, Библиоклуб, просто приписывается три буквы лип. Давайте я включу карандашик, чтобы было понятнее. Просто три буквы лип. И попадаете в библиотеку Non-Fiction. Вот главная страница библиотеки Non-Fiction. Тут все достаточно просто. Наверху находится поиск. Собственно, это основной способ нахождения литературы в библиотеке. На основном поле представлены новинки, то есть новая литература, которая вошла за текущую неделю в библиотеку. И самые популярные книги. А сбоку находится традиционный рубрикатор, в котором можно искать книги уже по областям знаний. Что же такое с точки зрения контекста библиотека Non-Fiction? Это более 60 тысяч специально отобранных изданий литературы в жанре Non-Fiction. 300 издательств России, Белоруссии, Украины. Фонд рассчитан изначально на широкий читательский интерес. Содержит книги по различным направлениям. Таким как научно-популярное направление, деловая, образовательная, познавательная литература. Да, я совсем забыл вам сказать, что если вас интересуют наши презентации, вы можете их скачать справа от поля, прямо из вебинара, справа от поля презентации. Есть окошко ресурсы. Если оно сейчас, в настоящий момент, у вас не открыто, вот смотрим вот примерно в этом направлении и видим в правом верхнем углу вебинарной комнаты, видим горизонтальный ряд кнопок. Поднятая рука, смайлик и вот пятая по счету. Здесь, ну у меня на пятой, у вас может быть другая. Кнопка, серая папка такая. Если вы на нее нажимаете, то вам открывается окошко ресурсы. В этом окошке есть, ну у вас будет 4 строки. Две строки с такими зелеными кнопками слева. Вот нажимая на эти зеленые кнопки, можно скачать презентации к себе. Обращаю внимание, что надо нажимать именно на зеленые кнопки, а не на название файла, чтобы скачать. Мы в компании Direct Media, как правило, разрешаем скачивать презентации, разрешаем использовать их либо в полном, либо даже отдельные слайды из них. Единственная наша просьба, это указывать на происхождение презентации, о том, что они получены из компании Direct Media. Вот, а для своих нужд можете их вполне использовать. Ну вот, некоторое количество подключенных к библиотеку у нас уже есть. Тут они не все перечислены. Издательства. Как я уже сказал, 300 издательств. Здесь вот только некоторые из них перечислены. Те, которые на слуху. Книжный мир, Манн Иванов Фербер, Репол Классик, Прогресс Традиция, Русское Слово, издательство Этерна, Белый Город, Пальмира, Проспект. Ну и вот наше издательство тоже здесь присутствует практически всеми своими книгами. Вот, а их около полутора тысяч, если не изменяет память. Вот, это только небольшая часть из всех издательств, которые присутствуют у нас. Присутствует также периодика. Около 300 актуальных тематических журналов с глубиной архива до 5 лет, включая актуальные новинки. Ну, сразу скажу, не во всех журналах есть новинки 2018 года. Журналы иногда неохотно отдают самые последние номера. Ну, вот, предыдущие номера, предыдущий год есть очень во многих журналах. Для лиц с ограниченными возможностями имеется более 2400 аудиокниг. Вот, и, ну, я бы сказал, что аудиокниги, они, конечно, пользуются спросом не только у людей, которые не очень хорошо видят, но и у широкого контингента пользователей. Вот, так что такая возможность тоже есть. Ну, в традиции директ-медиа мы активно занимаемся аудиокнигами, и даже в университетской библиотеке онлайн у нас есть не просто аудиокниги, а аудиоучебники. Вот, разумеется, эти аудиоучебники по тем дисциплинам, по гуманитарным прежде всего, где возможно использование такой технологии. Потому что, конечно, по математике, по химии, по физике это практически невозможно, потому что на слух формула не воспринимается. У нас есть такой раздел, как тематические коллекции. И тематические коллекции это специальные подборги литературы, которые созданы библиографами, любителями, книголюбами, знатоками в данной области знания. И они содержат, каждый из них содержит от нескольких десятков, то примерно полутора сотни наименований книг. И если к вам приходит читатель, который заинтересован в какой-то области, эта область достаточно точно попадает в название одной из тематических коллекций, лучшее, что есть, это порекомендовать его использование одной из этих тематических коллекций. Потому что там такая подборка литературы, которую просто поиском и быстро он не найдет. Это такой достаточно серьезный интеллектуальный труд по подборке тематической литературы. Причем в эти тематические коллекции подобрано, как бы это сказать, не просто все, что подходит по ключевым параметрам, а действительно лучшая литература в данном направлении. Тематические коллекции существуют у нас везде, во всех наших электронных библиотеках. В частности, в университетской библиотеке онлайн это 180 тематических коллекций. В библиотеке нонфикшн их немножко поменьше, меньше сотни, но тем не менее основные туда тоже попали. В подвале нашего сайта располагаются две инструкции. Одна инструкция для библиотекаря, другая инструкция для читателя. Несмотря на то, что в принципе, особенно для читателя, там особо и рассказывать нечего, все и так интуитивно понятно. Экономический принцип библиотеки нонфикшн очень сильно отличается от университетской библиотеки онлайн и специально подстроен под требования публичных библиотек. Основной принцип это комплектование по требованию. То есть вы получаете в свой доступ за... После заключения договора у вас на счету определенная сумма. Вы потенциально имеете возможность выдать читателю любую книгу. Но сначала читатель посылает вам заявку. Вы смотрите потенциальную возможность этой книги. Интересует ли она только этого читателя или нет. И после того, как вы акцептуете эту книгу, с вашего счета списывается цена этой книги. И этот читатель может книгу читать. После этого любой читатель, любое количество читателей, хоть тысячи, хоть две тысячи, хоть миллион потенциально, могут эту книгу читать и уже никаких экономических отношений не происходит. Книга как была на вашей книжной полке, так и остается в вашем фонде. Вот таков примерно расклад экономический. Обращаю ваше внимание, что в этой модели количество пользователей не ограничено, оно не является ресурсом. То есть, вам при заключении договора передается определенное количество логинов и паролей, но это количество никак не ограничивает вас. То есть, как только вы раздадите все логины и пароли, вы можете попросить у нас еще сколько пожелаете. Вам еще будут... Наши администраторы нагенеряют еще столько, сколько надо. После того, как книга вот на предыдущем этапе... Читатель, да, я совсем забыл отметить, что перед тем, как отправить заявку, он может ее полистать. То есть, некоторое количество страниц ему доступно. Он нажимает на кнопку «Отправить заявку». Это в том случае, если эта книга еще ни разу не была затребована. Если книга уже была затребована, то у него сразу появляется возможность читать, кнопочка «Читать». Итак, если все-таки он отправил заявку, то есть впервые затребовал эту книгу, то в вашем кабинете появляется в соответствующем поле необходимость акцепта, то есть подтверждение. Тут я хотел бы отметить, что есть некоторые автоматические отметки. Вы можете захотеть не контролировать уж каждую книгу, которая будет запрошена, сделать порог по цене, порог одобрения и, скажем так, дорогие книги подвергать операции одобрения, а дешевые, например, дешевле 300 рублей, 500 рублей, ну, как вы посчитаете нужным, они автоматически становятся доступными и автоматически списывается эта сумма, как только какой-либо читатель захочет воспользоваться этой книгой. Да, ну вот, с шагом в 100 рублей вы можете этот порог установить. Вот кабинет библиотекаря, и в нем есть такая вкладка «Запрошенные книги». В этой вкладке, как вы видите, вот здесь вот пример, есть три вида статусов у книги. Это одобрено. Значит, эта книга уже попала в ваш фонд. Когда-то вы ее одобрили, либо она автоматически одобрилась по порогу. Книга отклонена. Это значит, что ее запросили, а вы посчитали, что она очень редкая и пригодится только одному человеку. Поэтому... Она относительно дорогая. Вот. Поэтому вы решили ее не давать. Не тратить на это деньги. И некоторое количество книг, которые ожидает подтверждения. Вот. Ну вот, в увеличенном виде это можно посмотреть вот так. Вот все три... Все три варианта. Отклонена, одобрена и ожидает. Ну, соответственно, тут все просто. Если крестик, то значит, вы отклоняете. Если галка, то значит, вы подтверждаете использование. И в этот момент она переходит в ваш фонд. Вы можете посмотреть статистику использования. Вот еще одна вкладка. по периоду. Указать начало периода и конец периода, по которому вы хотите получить статистику. Можете получить ее на экране вот здесь. Либо выгрузить в Excel в виде таблички. Здесь просто ранжированный список тех книг с количеством просмотров, которые были осуществлены. Вот здесь есть еще дополнительная кнопка, по которой можно посмотреть еще и страницы, которые были запрошены. Можно посмотреть просто фонд библиотеки по алфавитному списку авторов или названий. Это просто список. да, здесь его можно фильтровать по названиям, по так далее. Ну и есть список читателей, которые зарегистрировались в системе. Вот здесь список логинов и паролей. То есть вы можете раздать, например, нам 100 логинов и паролей, а в конце концов войдут в систему 50 только. И вот они будут здесь у вас все помечены фамилии, имя, отчество и их мейл. Так что список всех читателей тоже можно выгрузить. Он будет всегда при вас, если вам это тоже необходимо. Еще раз обращаю внимание, что количество читателей не является ресурсом. То есть вы можете запросить столько, сколько вам надо. У нас есть мобильная версия сайта и есть мобильное приложение, которое можно скачать на платформах Android, iOS и Windows. Ну вот собственно по этому продукту практически все. Хотел бы отметить, что менеджер проекта у нас Алексей Архангельский, который собственно вас всех и приглашал на данное мероприятие. Наверное, вы знаете его координаты, но на всякий случай вот его мейл, телефон можете связаться, если вас интересуют подробности конкретно вашего подключения к данному проекту. Если у вас есть вопросы, прошу их, а пока я буду подгружать презентацию по следующим нашим продуктам, которые давайте по ходу просто задавать вопросы, если они есть, а я буду продолжать с тем, чтобы попытаться уложиться в отведенные нам в отведенные нам час. Как я уже говорил, наш флагманский продукт университетская библиотека онлайн, он предназначен прежде всего для вузов и средних и колледжей, но некоторые публичные библиотеки тоже у нас с удовольствием этот продукт берут, потому что он шире и по возможностям богаче, чем все остальные наши электронные библиотеки. Тут есть двойное дно, при этом он, конечно, несколько более продвинутый по интерфейсу, несмотря на то, что для конечного читателя он тоже достаточно прозрачный, то есть какие-то операции простейшие, такие как нахождение книги и ее чтение они достаточно простые, но там есть достаточное количество дополнительных возможностей. Ну и ArtPortal это такой особый проект, он в основном бесплатный, но у него есть подписные функции некоторые, о которых я тоже расскажу. Оба эти проекта мы позиционируем как образовательные, ну с первым все ясно, он специально для вузов предназначен, а про второй скажу чуть попозже, когда до него дойдет соответствующее описание. Итак, университетская библиотека онлайн, вот так примерно выглядит ее главная страница. У нас более 125 тысяч книг в библиотеке, более 450 вузов подписчиков, агрегируем более 25 процентов рынка ЭБС в России, более 400 издательств у нас представлено, из них более 150 по-моему издательств, это вузовские издательства, то есть такие небольшие, но точечно обслуживающие аудиторию своего вуза и по тематике близких к вузов, ну и много еще красивых цифр здесь приведено, в общем не буду подробно заострять на этом внимание. Наш такой давно уже практикуемый слоган это больше чем ЭБС, мы пытаемся, ну ЭБС если это в среде публичных библиотек аббревиатуры не очень понятно, это электронная библиотечная система, электронная библиотечная система. Мы агрегируем не только книжный контент, традиционный издательский контент, но и различные формы мультимедиа, мы интегрированы с антиплагиатом, у нас есть проекты, которые называются Art Portal Encyclopedia, мы осуществляем печать по требованию, для преподавателей мы осуществляем такой функционал, как продвижение их книг в их издании, в RINZ, ну то есть такой комплексный подход к электронному учебному контенту вообще у нас существует. Наше отличие от других ЭБС, больше ведущих и уникальных издательств, шире представлены гуманитарные дисциплины, такие как экономика, управление, финансы, бизнес, ну при этом не забываем и популярные направления другие, такие как IT, например, ну и многое другое. Ну и наконец в ЭБС представлены наши собственно книги от Директ Медиа, о которых я уже собственно вам говорил, когда мы прошу прощения, которых примерно полтора полторы тысячи уже существует. Немножко о функционале и интерфейсе. Вот главная страница ЭБС. Прошу прощения. Осенняя погода немножко сказывается на состоянии спикера. Итак, главная страница ЭБС. Я тут разметил разными значками. под первым пунктом идет верхний. Спасибо большое за пожелание здоровья вам тоже. В верхней части меню это меню переключения между разными нашими проектами, поэтому я не буду на нем останавливать внимание. В пункте 2 интерес представляет наверное вот этот значок с изображением глаза. переход к контрастной схеме для людей с ограничением по зрению. Пункт 3 это в любой современной информационной системе особенно контентной главное это поиск. Поэтому несмотря на то, что мы как библиотекари может быть привыкли пользоваться больше каталогами но поиск конечно для современных пользователей это основное поэтому поиск контента поднят на самое верхнее место самое видное вот и здесь есть два вида поиска обычный и расширенный про расширенный чуть попозже поговорим а здесь просто я представляю эту возможность пункт 4 это то чем отличается по сути дела это выпадающее меню которое на вот этот маленький треугольничек нажимаете и оно выпадает это переход в личный кабинет для каждой роли он свой у нас есть несколько ролей прежде всего это конечно студент вторая роль это преподаватель ну и третья главная роль это корневой пользователь библиотекарь который управляет всей системой в масштабах вуза колледжа либо в данном случае публичной библиотеки пункты 6 7 8 и 9 это разные варианты перехода к разделам сайта ну это в общем-то такой расширенный как бы несколько каталогов одновременно собранные в одном месте по разным принципам внизу в подвале сайта располагаются новости ну тут все понятно под пунктом 2 это такая вот сбоку располагается вкладка которая ведет здесь можно задать вопрос у нашей техподдержки по этой вкладке пункт 3 это такое комплексное меню в котором все те пункты которые есть те пункты которые не поместились наверх в такие крупные элементы интерфейса наконец пункт 4 это возможность скачать приложения мобильные приложения для в apple store или в google play ну и пункт 5 это переход на наши страницы в соцсетях они у нас есть в трех соцсетях в фейсбуке во вконтакте ну и вот обращаю ваше внимание вот тут есть youtube у нас большой канал на youtube на котором располагаются записи наших вебинаров в том числе более 330 сейчас записи вебинаров там хранится в том числе и вот эта вот запись тоже туда попадет и я вам точнее алексей архангельский он вам разошлет если вам интересно запись на этот на этот вебинар кто не пришел тот сможет посмотреть вебинар записи ну и давайте уж я тогда если про него сказал давайте я вам дам ссылку прямо на этот наш канал на ютубе в в чате дам эту ссылку вот она давайте идти дальше читалка ну читалка это основное ради чего создается собственно любая электронная библиотека вот читалка в принципе все нормально сделанные читалки похожи друг на друга наверху поиск в данном случае это уже полнотекстовый поиск по данному произведению чаще всего по книге пункт 2 и 6 вот эти пункты это переходы по страницам удобные вперед назад к началу книги к концу книги либо на конкретную страницу вот в пункте 3 есть интересные моменты вот здесь вот такой значок по которому вы можете до трех страниц за одну сессию за один раз даже не за одну сессию за один раз взять и поместить в какой-то свой свободный продукт в интернете на ваш сайт на ваш блог или еще куда-то везде где можно вставить html код обращаю ваше внимание это легальный способ вставки информации из нашей библиотеки в открытый источник почему легальный потому что это не просто копипейст информации это вставка вот такого же самого такой же самой читалки на ваш сайт в этой читалке будет храниться выбранные вами три страницы вот таким образом можно при помощи этих кодов делать производные произведения то есть разные отрывки из разных книг публиковать для всеобщего обозрения еще пункт который может вас заинтересовать вас и ваших читателей это возможность взять до 10% книги в виде pdf файлов скачать себе но в данном случае это да в одной сессии можно сделать это один раз но в данном случае это конечно публиковать нельзя это исключительно для личного пользования тогда вы приобретаете возможность этот фрагмент читать в оффлайне как вам угодно вне соединения с нашим сервером 4 это различные пункты управления масштабом на всю страницу развестать просто увеличить уменьшить выровнять таким или иным образом ну и пятый пункт это я тут хотел бы обратить внимание на последнюю возможность это поставить отметки разного цвета маркером на книге они будут вот примерно вот такие вот я тут зачеркиваю там более ровные они получаются вот и такие отметочки потом остаются в вашей книге они существуют только у вас в вашем вашем аккаунте в других они не существуют вот такие вот пометки можно делать на книге есть также цитатник при помощи которого можно выдергивать цитаты из книги а потом при помощи конструктора рефератов прямо создавать свои произведения внутри внутри ЭБС ну конечно удобнее наверное это делать где-то в Варде но не обязан его иметь на своем компьютере продвинутый какой-то редактор так что можно это делать прямо внутри внутри ЭБС если к вам обратятся читатели с просьбой рассказать об интерфейсе университетской библиотеки онлайн вот первое что можно сделать это послать их на вот эти два ролика вот по этим ссылкам два десятиминутных ролика которые расскажут про ознакомительный экран и про функционал ридера то есть подробнее о том о чем я сейчас вам только что рассказал как я уже говорил у нас есть поиск ВБС и этот поиск имеет расширенный режим в этом расширенном режиме можно выставить много разных фильтров таких как год издания тип издания книги журнал аудиокниги издательство искать по УГСН это аббревиатура которая называется укрупненная группа специальностей и направление подготовки можно осуществлять полнотекстовый поиск по всем книгам по умолчанию он выключен потому что это достаточно долгая операция ну и всякие другие моменты можно искать только в доступных книгах то есть только те которые есть в вашей подписке а можно искать по всей ЭБС так что достаточно больше ну и еще тут открывается ряд фильтров например можно искать не только по нашей библиотеке а по ряду внешних ресурсов таких например как правовые сайты консультант плюс и так далее по использованию поиска тоже есть 10-минутный ролик так что если интересно вам и подробнее об этом узнать вот можете к нему обратиться либо направить ваших читателей на него есть такая возможность как производство поисковых выборок поисковые выборки это способ создания списков литературы которые вы будете потом читать таким образом можно разделить подробный поиск если вам надо найти некоторое количество литературы вы производите поиск допустим ваши выдачи стоили 200 книг вы разумеется каждую из них читать не можете вы по названию аннотации откладываете например 5 или 6 книг посредством поисковой выборки потом в своем личном кабинете находите эту выборку ее название и здесь оказывается кликабельный список тех книг которые вы выбрали дальше вы их можете уже подробно читать для преподавателей есть такая возможность как доступ к их информации о их цитируемости осуществляется интеграцией нашего ресурса с сайтом e-library где собственно и хранится эта вся информация у нас есть такие моменты которые обеспечивают то что мы называем улучшение увеличение информационного метаболизма или ссылочного метаболизма то есть возможность быстрее человеку получить ссылку на себя осуществляется это следующим образом сначала человек публикуется в нашей библиотеке уже это убыстряет процесс потому что производство электронного издания быстрее чем обычного книжного далее каждой книжке тот кто ее читает может взять библиографическое описание и сразу вставить свой труд текст эссе реферат либо в более продвинутую научную работу какую-то вот это улучшает возможность сразу взять вот такое библиографическое описание копипейстом увеличивает количество ссылок потому что часто при формировании списков литературы ограничивающим фактором является не смысловой фактор а технический то что люди не знают как составить такие библиографические описания для своих источников либо просто им не хватает времени чтобы нормально сослаться на то количество литературы которые есть аналогично у нас если в книге есть список литературы он тоже доступен еще на начальном экране на экране не чтение книги как вот и предыдущий вот этот вот фунт не чтение книги а на этапе предварительное ознакомление с книгой вот то есть за один клик до чтения это очень важно да но это то о чем я рассказал вот этот вот метаболизм который идет от публикации текста к чтению цитируемости и и снова к публикации к увеличению к увеличению показателя цитируемости у нас есть такой раздел на сайте как именитые ученые писатели это биобиблиографический раздел в котором для многих великих именитых ученых и писателей есть информация про них во первых это биография вот в данном случае это дарвин биография после внизу есть подробный список их их трудов и если эти труды есть в нашей ЭБС а это очень часто и часто в очень хорошем объеме то непосредственные ссылки на эти книги кликабельные чтобы можно было сразу с ними ознакомиться есть также раздел который называется мои научные интересы это такой интеллектуальный раздел в котором либо вы сами можете задать свои интересы по ряду тегов либо можете включить интеллектуальное сканирование и по вашей статистике статистике посещения различных книг чтения различных книг система выясняет ваши научные интересы и пытается подстроить вашу выдачу под 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 ваши под ваши реальные научные интересы то есть вот показать вам те книги которые соответствуют вашим интересам как-то это так вот происходит вот здесь есть настройки здесь вы можете либо сами указать теги какие-то вот либо вот видите тут есть пункт на основе статистики если вы здесь взводите галку то соответственно получаете информацию о ваших статистических научных интересах в целом по функционалу все теперь как поступать вам либо вашим клиентам в случае если возникли какие-то затруднения в работе с библиотекой есть четыре у нас пункта первое что что есть надо посмотреть на нашем учебном канале на ютубе ссылку на который я дал есть ли соответствующий ролик описывающий тот функционал который вам непонятен или вы считаете что он неправильно работает второй пункт мы вас приглашаем на вебинары наши и кстати их записи тоже существуют на канале на ютубе то есть не только на текущие вебинары но и на те которые прошли где уже подробно освещается тот или иной вопрос тот или иной продукт или тот или иной функционал наконец у нас есть как это полагается на каждом у каждого продукта техподдержка ну и есть персональный менеджер который обязан это все разрулить если предыдущие пункты не помогли итак наш учебный видеопортал на ютубе эту ссылку я вам дал здесь я обращаю внимание на два плейлиста это первый плейлист функционал ЭБС университетская библиотека онлайн и второй плейлист для продвинутых пользователей которые хотят создавать свой электронный учебный контент мультимедийный интерактивный вот есть такой пункт практикум автора учебного контента где собраны наши ролики по этому направлению в помощь вот таких продвинутых авторов техподдержка можно обратиться разными способами либо нажать на вклад вот такую голубую вкладку которая может находиться на любой странице нашего сайта либо вот появляется такая форма в которой можно задать вопрос техподдержка работает у нас в 12-часовом режиме с 8 до 8 по московскому времени следующий вариант это написать письмо на адрес простой адрес help directmedia.ru либо позвонить по бесплатному номеру телефона бесплатный по России ну либо связаться по скайпу еще можно то есть вот много таких способов есть но единственная просьба если проблема такая достаточно продвинутая прежде чем звонить сначала напишите все-таки чтобы было время у наших администраторов с этой задачей разобраться ну наконец если по какой-то причине ничего не помогает в к вашему договору прикреплен менеджер вот эта почта она не всегда такая то есть она почти почти никогда не такая в вашем личном кабинете есть информация о вашем менеджере вот тут будет его email наш телефон можете ему написать или позвонить ему и тогда он постарается уже какой-то сложный вопрос разрулить уже своими средствами ну и я всех приглашаю в директ академию директ академия это наша медиаплощадка компания директ медиа где каждый день каждый рабочий день проходит какой-то вебинар вот например сегодня в 12 часов будет вебинар посвященный скопусу который будет проводить Татьяна Телегина вот адрес сайта нашего нашей директ академии можете приходить сюда все вебинары бесплатные участие бесплатное по каждому вебинару вы можете приобрести сертификат за очень небольшую сумму 129 рублей обращаю внимание что наш сегодняшний вебинар он проходит не в рамках директ академии поэтому вы все получите сможете забрать свои сертификаты бесплатно ну и последнее о чем я хотел бы сегодня рассказать это наш арт портал арт портал это свободный ресурс то есть для того чтобы воспользоваться основным содержанием арт портала никакого подключения не надо однако в нем есть некоторые специальные фишки возможности которые являются платными ну в частности платными является доступ к проектам артотеки об этом я расскажу чуть попозже и доступ к полноформатным изображениям то есть изображением полного полного размера главная страница арт портала вот его адрес тоже отличается первыми тремя буквами более 65 тысяч изображений 5000 авторов из 3000 музеев несколько десятков стилей направлений и жанров у нас здесь по каждому из них возможно поиск и фильтрация есть изображение очень хорошего качества вот например изображение гигапиксельное некоторых выдающихся полотен вот обращаю ваше внимание что если вы даже придете в третьяковку разглядывать полотно Иванова явления Христа народу вы не всегда вот такие вот мелкие нюансы сможете увидеть потому что полотно достаточно закреплено высоко и смотреть это ну не так удобно скажем так а здесь вы сможете это все разглядеть в рамках артпортала действует такой подпроект который называется артотека артотека это подписной проект раз в две недели выходит новый проект в артотеке их у нас уже более 70 этих проектов выпусков артотеки каждый выпуск представляет собой достаточно подробную но это как почти как отдельный журнал такой то есть это очень длинная страница которая в информационных технологиях называется или в медиа называется long read структурированная хорошо структурированная с большим количеством текстов то есть не только с атрибутикой для каждого каждого произведения но и с более подробным описанием от нескольких десятков до примерно полутысячи изображений в каждом в каждом проекте ну и разные технологии представлены мультимедийные технологии интерактивные технологии у каждого есть своя обложка такая достаточно красочная есть интерактивные элементы в виде оси времени ну вот чтобы не быть голословным просто вам сейчас в чат брошу ссылку соответствующую одну минутку вот одна из таких интерактивных осей времени так вот ссылка можете посмотреть это ось времени посвященная Зинаиде Серебряковой и ее автопортретам здесь можете ознакомиться с самими произведениями а внизу сама ось времени которая можно масштабировать перемещаться по ней либо непосредственно на какое-то произведение переходить прямо на оси ну и можно конечно как слайдером пользоваться вперед назад щелкать с одновременным переходом по оси времени ну и есть такие продвинутые выпуски которые мы называем интерактивной картой или интерактивным путешествием это путешествие по очень большим полотнам очень большим не в смысле их реального размера а в смысле их оцифровки вот оцифровка этих произведений гигапиксельная гигапиксельная картина это когда ну примерно картина размером 30 тысяч на 30 тысяч пикселей чтобы вы себе примерно представляли что это такое это если перед вами сейчас экран Full HD то есть 1920 на 1080 то таких экранов надо примерно 15 в ширину и 30 в высоту вот такая вот огромная стена и только тогда эта картина пиксель в пиксель сможет отобразиться на этих мониторах такое большое разрешение дает возможности увеличивать до 20-30 раз эту картину без потери качества то есть при работе с ней вы можете приближаться и рассматривать разные нюансы и каждый раз будут появляться новые детали ну вот так это примерно выглядит вот здесь увеличенное изображение это кстати не самое большое изображение примерно среднее увеличение а справа контекстная информация какая-то возможно какое-то дополнительное изображение текст иногда видео и так далее несколько наших выпусков а точнее семь существуют в открытом доступе и один из них это Иванов явление Христа народу можете его посмотреть и рекомендовать своим пользователям даже в отсутствии подписки вот я вам сейчас дам ссылку одну минутку ссылку на этот открытый открытый ресурс можете прямо сейчас посмотреть что из себя представляет вот это такое интерактивное путешествие по какому-то полотну да ну вот то же самое примерно увеличенная здесь увеличенная картинка исходного изображения а здесь какая-то контекстная информация справа я вас на следующей неделе как раз будет ряд вебинаров в рамках в рамках директ академии на которых я буду рассказывать об этом подробнее вот можете зарегистрироваться по вот вот этой ссылке первый будет в понедельник арт-портал образовательный ресурс для школьников и студентов и второе будет 3 октября в среду посвященный арт-отеке новый формат для искусства вот собственно и все что я вам хотел сказать вот уложился как раз сейчас вопрос я видел каким образом взимается плата за ресурсы арт-портала да нет конечно не за просмотр каждой картины это единая годовая подписка обращайтесь за подробностями обращайтесь к Алексею Архангельскому вот я еще раз давайте дам его координаты он вам расскажет подробнее о той подписке которая конкретно для вас вопрос в библиотеке то есть экземпляры которые приобретаются имеют ограничения по количеству выдач это вы имеете ввиду Алена Дмитриевна вы имеете ввиду библиотеку нонфикшн нет никакого ограничения по количеству выдач как я уже сказал как только экземпляр то есть библиотеку ну мы вообще не употребляем слово экземпляр наверное слово экземпляр это пришло от литреса которые там как-то ограничивают количество выдач у нас все по-другому единожды запрошенная книга она единожды списывает цену и после этого любое количество людей могут пользоваться пользоваться этой книгой именно поэтому вам выгодно чтобы наиболее популярные книги сразу бы вошли в ваш фонд и тогда фонда отдача будет гораздо выше то есть если вы правильно подберете эти книги вы можете кстати и сами тоже эти книги туда помещать в фонд если вы точно знаете что они будут пользоваться спросом чем больше людей запросили одну книгу тем выгоднее для вас в конечном счете экономические отношения с нами коллеги да по этому вебинару сертификат будет бесплатный самая первая ссылка в нашем чате чуть повыше она ведет на выдачу сертификатов кто может быть пропустил мои первые слова сертификаты по данному вебинару появятся в худшем случае часа через два а в лучшем случае если успею это сделать через минут через десять после окончания нашего вебинара какие еще вопросы хорошо ну тогда я еще раз хочу пригласить вас в нашу директ академию директ академия это место где каждый день проводится вебинар и сами вебинары бесплатные если вы вот поймите пожалуйста меня переспрашивают сами вебинары бесплатные платные только сертификаты по ним вот приходите там очень много интересных авторов интересных спикеров вам будет будет интересно что ж спасибо что вы посетили наш вебинар спасибо за интересные вопросы будем с вами прощаться до новых встреч как я надеюсь директ академия и я надеюсь что вы станете нашими клиентами еще раз спасибо 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 Продолжение следует...